МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Оказалось, что в ИЗАКУ для нужд Департамента окружающей среды построен энергосберегающий умный дом, экскурсию по которому для нас любезно согласилась провести Юлия Кропачева, специалист по экообразованию Департамента. Можно так сказать, что этот дом оснащен решениями умного дома. То есть вся конструкция дома, его отопительная система построена таким образом, чтобы задействовать минимальное количество невозобновляемой энергии. Поэтому можно сказать, что мы находимся в доме с умными решениями. В отличие от простого дома, если мы возьмем среднестатистический дом, то здесь имеется земляное отопление, здесь имеются солнечные панели и ветряной генератор, которые все работают в системе и позволяют дому существовать, так скажем, автономно. Солнечные панели, все-таки люди считают, что когда солнце светит, а солнечных дней у нас мало. Нет, но это не так. Световой день, он тоже идет в расчет, и солнечные батареи накапливают, аккумулируют эту энергию. И дом был построен на месте старого центра охраны природы в 2013 году в рамках программы фонда регионального развития, где поддерживалось развитие как раз инфраструктуры, связанного с экообразованием. И вот таким образом здесь, в ИЗОКО, мы получили такую возможность иметь это здание. Ну и, конечно же, Департамент окружающей среды, который ходатайствовал о строительстве этого дома, надеялся и до сих пор в планах имеется то, что мы в этом доме будем заниматься экообразованием. Конечно же, основная категория посещающих нас людей приезжает к нам из Едавирума, но часто случаи, особенно в последний год, были, когда к нам приезжают из других уголков Эстонии. И в чем конкретно заключается эта деятельность? Мы предлагаем широкий спектр учебных программ, связанных с экологией и с темой устойчивого развития. Когда приезжают к нам ребята, мы стараемся их задействовать в активных видах обучения и расширить уже имеющиеся их знания в области экологии. Потому что мы базируемся при составлении учебных программ на государственной учебной программе, идем согласованно в этом смысле, и мы как дополняющая организация к получению знаний у ребят. Потому как в государственной программе прописано о том, что ребята должны выезжать за пределы класса и получать образование вне стены школы тоже. И мы как неформальное учебное заведение, школа формальная, мы неформальные, мы как раз и предлагаем такую вот услугу бесплатно для всех, вернее, не только для школ и детских садов, для всех жителей Эстонии мы предлагаем эту услугу бесплатно. Данный этаж, так скажем, мы его называем верхним этажем, хотя он является основным. Здесь мы находимся в учебном помещении, где имеется экспозиция постоянная, связанная с лесными обитателями нашими эстонскими. Слонов вы здесь не найдете с жирафами. Здесь есть такая прекрасная игра в виде больших кубиков, то есть пазлы можно собрать на шесть различных тем, и кубики эти у нас задействованы при учебной программе, связанной с изучением рельефа и довируема. Когда дети приезжают, смотрят сначала видеофильм, потом у них идет занятие в виде опыта, одновременно заполняя рабочий лист. И одно из заданий рабочего листа — это как раз собрать пазл и выяснить, найти на этом пазле потом уже ответы, которые необходимо вписать в рабочий лист. А также можно сказать о экспозиции постоянной, связанной с лесными животными, о том, что эти животные были созданы в виде чучел и шкур, которые у нас имеются, в результате того, что с ними когда-то случилась ситуация, когда они попали в беду. Бедой называем самые различные несчастные случаи с животными. То есть когда спасти их не удалось, то было возможно сделать заказ на то, чтобы они появились в нашем центре уже в виде чучел или шкур. То есть мы специально никого не ловили, никого не убивали для того, чтобы потом сделать прекрасные экспонаты. Вообще же дом целиком интересен не только своим комплексным подходом к энергосбережению и архитектуре, но и весьма полезными и оригинальными учебными пособиями. Вряд ли в школе, например, ученикам расскажут на уроке, как можно по помету в избытке, разбросанному в лесу, определить зверька, его оставившего, хищника это или травоядное животное. А вот здесь в центре есть целый стенд, на котором все это наглядно можно посмотреть. Ну и если мы будем говорить о том, что мы спускаемся с основного нашего этажа вниз, то есть вглубь, под землю, так скажем, то, конечно же, экспозиция тоже нам покажет о том, что мы можем найти в наших глубинах земных. Стена связанная с почвенными обитателями, с почвенными слоями. И здесь на этой экспозиции, как и на всей, что имеется у нас в доме, есть как название животных слоев на нескольких языках. Так как мы проводим наши учебные программы на двух языках в основном, то вся наша деятельность, вплоть до экспозиции, она дублирована на два языка. И для того, чтобы наглядно показать нашим жителям и всем посетителям нашего центра о том, насколько красива природа нашего уезда, здесь на стенах вывешены еще и реальные фотографии, не только картинки в виде экспозиции, о том, что замечательного можно встретить у нас в Эстонии. Ну, допустим, вот архидные, их у нас очень много, допустим, озы-улесты, нарвские каньоны, допустим, болотные угодья. То есть здесь представлены фотографии некоторых природных объектов, заказников или заповедников, которые можно найти у нас в Идавирум. Их довольно много, и они очень красивые, если их посетить. В постоянной экспозиции имеются не только чучело, но и шкуры животных обитателей Эстонии. И здесь как раз можно увидеть некоторые образцы шкур тех животных, которые встречаются в наших лесах. Бобр, барсук, который был животным года 2016, и другие многие. Они у нас задействованы как в учебной программе, конкретно связанной с лесными обитателями, которые попали в беду, так и в ландшафтной игре, где детям предстоит уже определить, кто есть кто по шкурам животных. Ну и напоследок мы спросили, как можно к ним туда попасть на экскурсию или просто посмотреть дом. Оказалось, что сделать это проще простого. Желательно, конечно, связаться с нами до того момента, когда вы хотите посетить нас, потому что вы можете попасть в тот момент, когда мы заняты как раз с детьми. То есть у нас школа приехала, и мы физически не сможем бросить одну группу и выйти встретить просто проезжающих мимо людей. Поэтому, если вы хотите узнать больше о нас, конечно, стоит с нами связаться. Вся информация имеется у нас на страничке Кескон. На харидус.ее, в фейсбуке есть наша страница и на сайте непосредственно департамента окружающей среды кесконами.ее. Ну, проще всего через поисковую систему набрать из окуловых кескос и все данные о нас вы сможете найти. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!